всем здравствуйте с вами на связи ленивы на моем канале самопознание сегодня хочу предложить вашему вниманию расклад который я назвала в чем моя истинная сила у нас будут три позиции и мы разберем по 5 вопросов и так позиции у нас будут расположены таким образом голубой красный голубой зеленый красный прошу прощения 1 2 и 3 позиции выбирайте работать будем наверное на эпическом таро и таро темного света может быть метафорические карты тоже буду использовать не знаю по настроению и так колоды перри тасовали и приступаем отодвигаем эти две позиции сюда сторонку позиция номер один голубой камешек в чем моя сила в умение концентрироваться в умение сосредотачиваться на себе в умение именно прислушиваться собирать все пазлы воедино вы умеете как-то знаете уединиться в нужное время для того чтобы подумать но подумать это не просто размышлять да когда если нужно придумать найти решение какой-то задачи а именно вы умеете проанализировать ситуацию таким образом чтобы все пазлы у вас сложились вы умеете прислушиваться к своей интуиции но иногда возникают сомнения вашей голове и они перебивают вот эту вот вашу настройку но ваша сила именно в умение концентрироваться так в чем еще ваша сила в гармонии да умение договариваться с людьми достаточно гармонично спокойно умение взаимодействовать и и быть именно вот в балансе между тем что вы отдаете что вы принимаете да вы умеете создавать гармоничное отношение с противоположным полом да вы четко понимаете в отношениях например с мужчинами как вам себя нужно вести что нужно сделать вы достаточно такой спокойный человек я могу сказать еще в чем ваша сила ваша сила в умение делать мудрый выбор в умение замечать какие-то возможности и вот вы их как-то видите в у вас какой-то узнаете такое расширенное восприятие мира хочется сказать то есть вы смотрите на ситуацию и там где один человек допустим для решения ситуации до либо для выбора замечает какую-то только одну возможность а вы как будто вы смотрите более сверечно вы как будто бы тот человек который смотрит более масштабно что ли на вещи и умеет видеть в ситуациях не только одну деталь здесь такое ощущение что вы одновременно можете смотреть и глобально да то есть сферично посмотреть на вещи а с другой стороны вы как будто бы замечаете еще и детали здесь такое ощущение как будто бы интуитивно вы умеете выбрать из всего разнообразия то что подойдет именно вам здесь у меня идет такая картинка как знаете очень много полудрагоценных камней минералов и они вроде бы одной породы и одного цвета но вот вы именно вычлените тот минерал который вам будет созвучен тот который даст и включит вас именно те свойства которые нужны вот вы как раз таки основываясь на свою интуицию вы четко понимаете что вам необходимо то есть здесь ощущение может быть даже не осознанно да как каких-то ваших нужд потребностей но вот вы когда смотрите вам нужно решить какую-то задачу вы четко понимаете как вам вот эту вот нужду вот эту вот потребность покрыть и умение сосредоточиться вычленить вот то что вам необходимо на данный момент оно как-то притягивает к вам необходимые ситуации да которые помогут усилить вас данное решение ну допустим приведу пример до самой элементарной то есть вы хотите попить воды и вот вы смотрите по сторонам да вы находитесь на улице где куда вам направиться вроде бы возможности очень много вы можете пойти в магазин вы можете там я не знаю зайти в кофейню попросить стакан воды да можете там в первый попавшийся дом зайти попросить не знаю но вариантов много да но вы вот ощущая вот эту вот жажду вы четко понимаете куда вам нужно обратиться таким образом чтобы вам еще и не отказали чтобы вы свою вот эту вот жажду удовлетворили вы четко смотрите сравниваете варианты возможно и вычленяете то что вам будет необходимо именно не просто чтобы решить вашу задачу а безотказно то есть вы здесь и умение как раз таки быть в балансе уметь гармонии да то есть вы умеете успокаивать свой мозг да он у вас работает достаточно быстро чем много мысли бывает но вы умеете как-то успокаивать знает то есть когда появляются сомнения вы умеете их отслеживать и успокаивать себя вот я вот просто хочу еще взять метафорическую колоду и они уже говорила да это вот это вот колода все про тебя женская и посмотреть все таки на ней в чем ваша истинная сила интересная карта здесь давайте вам покажу если вам будет видно если нет опишу девочка и вокруг нее очень много глаз вот она сидит в чем ваша сила вы можете быть умеете быть в центре внимания но 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 здесь уже знаете вот в силу скорее всего своего характера вы как-то притягиваете внимание на себя но вам вот это вот внимание она не приносит какое-то удовольствие да здесь возможно всплывает какой-то страх осуждений может быть критики до быть на виду всех но вот ваша сила в этом и заключается в том что если вы сможете преодолеть в себе вот это вот какое-то стеснение да возможно возможно страх критики страх осуждения и проявите себя да вот то на что вы способны то что вы умеете здесь ощущение того что вы действительно достаточно большим потенциалом но вы его не показываете другим людям по каким причинам сейчас не будем разбираться но а вот ваша сила как раз в этом потенциале есть то есть не в том что вы его скрываете не показываете а в противоположно в том что вы должны себя проявлять вы должны себя показывать здесь вы очень много скрываете и то что вы скрываете это и является по сути вашей силой следующий момент в какой момент вы перестали пользоваться вот этой вот своей силой знаете когда стали включать некую такую холодность отстраненность вот есть у вас это качество умение просчитывать до аналитик очень хороший аналитик умение все анализировать и просчитывать варианты стратегии и вот здесь такое ощущение что ваша сила вроде бы она вот какой-то такой непосредственности да здесь вот прям желание огненности до светить отдавать дарить взаимодействовать очень активно но из-за этого страха да что вы оказываетесь центре внимания что возможно вас не поймут возможно вас не оценят и вот эти вот все возможные страхи которые есть до непосредственно с публичностью и умением вашим рационально мыслить вы просчитываете как вам кажется все ходы возможные варианты и вот предугадывая да то что может быть вы как будто бы заранее во избежание вот этих вот страхов да чтобы вам не причинили в конечном итоге боль вы отстраняетесь то есть вы перестали использовать свою силу в тот момент когда решили приняли для себя решение что я закрываюсь я больше так не хочу я не буду ни с кем делиться я не буду не показывать свои какие-то способности на возможно навыки здесь предыстория заключается в том что когда-то вам сделали причинили боль в памяти записалась это и вот это вот знаете некое такое выпячивание некое такое проявление себя здесь вопрос не детства если было в детстве сказала бы что это детская травма нет это достаточно взрослого когда вы сами себя осознавали здесь был какой-то вот не очень приятные опыты вы сказали да не буду я больше с этим связываться зачем она мне нужно кому надо придет и расскажу я расскажу а так чтобы кому-то что-то показывать нет и это связано как раз таки именно в тот момент когда вы четко увидели что причина следственную связь вот я вот так себя веду это приводит к этому а это приводит конечном итоге более и ну зачем она мне нужна и вот этот момент вы перестали использовать вот свою силу еще я давайте вот на этой колоде уточню в какой момент нам тот момент когда вы решили что вы не хотите больше каким-то образом помогать людям и передавать здесь может быть знаете как вы дали какую-то информацию другому человеку как-то вот возможно ему помогли а человек вас не оценил не потому что вы были плохи а потому что у него не было такого навыка да то есть он не смог оценить понять вашу ценность ваше знание и он среагировал так как среагировал и вот в этот момент каким-то образом его реакция которая опять-таки не влияет на вашу личность да то есть вы взяли как-то приняли на личный счет какое-то свое проявление возможно профессиональное и обиделись да проще говоря и сказали зачем мне это нужно да то есть зачем мне причем здесь интересно здесь у нас выпадает дракон мечей а здесь король мечей то есть принципе в классике король мечей до двойная зачем мне кому-то помогать передавать вот информацию все равно люди не понимают то есть вот здесь вот было такое знаете ощущение оценки именно другого человека что не зашла ваша информация что был у вас ощущение как будто вы слили эту энергию и вот из-за одного человека вы как-то что-то вас внутри переключилась вы сказали нет я больше не хочу мне это не надо да вот когда понадобится и если я посчитаю нужным что я это сделаю вот так что вам необходимо сделать чтобы использовать свою вот эту вот истинную силу до ну смотрите здесь вам как будто бы нужно перестать страдать да вы и так уже на самом дне что здесь получается здесь получается такая очень интересная вещь внутри вас есть эта энергия есть этот потенциал и она как вулкан вот вы как будто бы на таком критическом моменте пробуждение вашего вулкана да то есть вы сдерживаете вот этот ваш внутренний потенциал осознанно здесь ощущение того что хочется вот это вот вот это вот ваша потребность периода передавать информацию как-то делиться взаимодействуя с людьми для того чтобы и вам было внутри гармонично и взаимодействовать с людьми гармонично у вас есть этот навык вы как будто бы вот это вот лава она должна прорваться вот-вот а вы ее сдерживать и но сдерживаете вы это только потому что где-то внутри вас вы как-то вот страдаете переживаете вот потому случае вот здесь хочется сказать и вы ожидаете как будет познать его какой-то подходящий момент чтобы проявить себя либо придут подходящие люди и тогда я раскроюсь вот какой-то подходящего момента здесь момент ожидания и вам нужно перестать страдать то есть вам нужно залечить вот эту вот рану которая у вас есть до разобраться и идти дальше то есть здесь ощущение того что может быть из-за одного человека может быть за нескольких людей да вот каких-то вот повторных ситуаций они произошли для того чтобы вы получили просто урок но вы как-то отнеслись к этой ситуации не как уроку а как вот какой-то личностной вашей травме потому что она вас уже жила и вот вам как будто бы ее всковырнули и теперь это рано кровоточит и все никак не может закрыться вы периодически как-то мучаетесь страдаете по этому поводу переживайте все никак не можете начать заново ну вот не позволяете здесь осознанно вы не позволяете себе это делать и поэтому отвечая на вопрос что необходимо сделать чтобы использовать вот эту вот свою истинную силу как-то знаете хочется сказать переболейте то есть ну разрешите себе осознанно хотите страдать пострадайте я никогда не говорю о том чтобы что-то прерывать да с чем-то бороться нет но делать это осознанно то есть если вы хотите пострадать и вам это действительно для чего-то нужно то есть мы же не просто так страдаем да это ведь какая-то наша внутренняя потребность она закрывается вот этими вот страданиями спуститесь на это дно которое вот вам уже ну просто жизненно необходимо для того чтобы поставить эту точку да чтобы не было вот такая вот постоянный возврат прочувствуйте эту боль расковыряйте внутри себя очистите рану от засохших каких-то вот момента вот этой вот крови очистите и позвольте ей затянуться и больше никогда к ней не возвращайтесь то есть не нужно потом как только она затянется снова возвращаться для этого дайте себе время да вот то время которое вам необходимо да что вот это вот рано зажила и тем самым вы сможете стать победителем то тем самым у вас как будто вы знаете иммунитет появится вот на таких людей на такую ситуацию вы будете уже реагировать иначе то есть вам ситуация возможно дана была для того чтобы как раз этот иммунитет и выработали то есть здесь надо с этой раной поработать как вы сейчас используете свою силу для достижения целей так и вот так вот подвину как вы сейчас используете вот эту вот вашу силу умение концентрироваться умение анализировать умение собирать вот эти вот ваши пазлы для достижения своей цели так у нас выпадает ирафан знаете здесь хочется сказать вами используете для самопознания исключительно опять таки для своих каких-то личностных целей то есть не для того чтобы как-то это отдавать в мир до для использования хочется сказать для себя как вы сейчас находитесь в таком моменте когда вот это вот навык концентрации он вам помогает в обучении но вопрос заключается в том что у вас и так уже предостаточно знаний и эти знания уже пришло время делиться с другими людьми не надо вам держать в себе то есть вы должны понимать что энергия вот это вот вашей концентрации она помогает вам в том чтобы соединить материальный мир и духовный то есть отдых утворение материи либо наоборот материя чтобы ну то есть стала такой же легкой да чтобы не было тяжести то есть тут именно знаете умение балансировать до умения быть гармонии в гармонии который у вас есть но здесь нужно как-то вот гармонизировать внутри вас сначала все эти знания которые есть вы концентрируетесь сейчас на каких-то новых знаний то есть чтобы получить допустим достигнуть какую-то цель и вы очень серьезно к ней подходить вот так вот скажу да то есть вы ее изучаете досконально вы концентрируетесь на всех моментах вопрос заключается только в том что а используете ли вы потом эти знания для достижения цели то есть у вас стоит какая-то цель вы начинаете что-то изучать для того чтобы ее получать но потом как будто бы знаете вот погружаетесь вот погрязли вот это вот как бы засосала вас вот эти вот знания вы уже забыли что эти знания вам нужно были для какой-то цели понимаете то есть вы в процессе застреваете да и тем самым не доходите до какой-то цели то есть сам процесс вас затягивает как еще вы используете свою силу для достижения цели так единорог вот здесь опять таки знаете хочется сказать такую вещь что до тех пор пока вы не будете пользоваться до какими-то своими знаниями да пока вы не будете приобретать какой-то опыт в материальном мире да вот здесь вот это вот сфера сфера она будет только как какой-то кругляшок ну то есть бестолковый то есть ценность этой сферы появляется да когда вы в нее что-то привносите то есть суть здесь что хотят сказать сказать вам карты что как сейчас вы используете свою силу для достижения цели я прошу прощения за паузу езжу когда соседи выйду до чтобы не шумели сейчас знаете пока пока вы как будто бы не используете да и свою силу здесь такое утащение хоть и карта показывает о том что вы это делаете да но вот у меня интуитивно идет я все-таки опираюсь на большей своей степени на интуицию то что вот недостаточно вы свои знания применяете на практике вот здесь вот так вот хочется сказать то есть вы свою силу полностью не не используете вы могли бы намного больше да у вас намного больше потенциал но вывод то что говорила ранее да вы сдерживаете сами себя хотя у вас очень много знаний вы могли бы их заземлять эти знания ну то есть то что вы знаете использовать и от этого вот была бы ваша польза на самом деле но вы этого к сожалению пока не делаете какой ресурс мне поможет вот полностью реализовать вот эту вот силу до какой ресурс вам поможет это сделать ресурс вам поможет но здесь во первых коммуникация знаете здесь вам поможет понимание понимание что то когда вы осторожните эти как-то вот в общение с людьми это вот просто ваш какой-то прошлый опыт который влияет и вам надо пересмотреть и не быть вот таким вот осторожным здесь ощущение того что я постоянно ожидаю какой-то подвох то есть с одной стороны вы умеете коммуницировать с другими людьми до достаточно спокойно но с другой стороны всегда ожидаете того что вам сделают плохо что вам сделать как-то вот больно и вот вам вот этот вот момент нужно пересмотреть то есть вам нужно пересмотреть и не ожидать почему потому что вот своими ожиданиями вы краски притягиваете то чего вы боитесь той травмы и той боли которые вам может кто-то причинить и как только вот вы пересмотрите свое отношение до к людям что ну не нужно ожидать потому что знаете когда вот вы ожидаете вы концентрируетесь на этом то есть я ожидаю что мне сейчас ранен и вы вот как будто в готовности к этому и а когда вы в готовности вы в других людях как раз таки и видите замечаете вот так чему вы готовы до то есть вы готовы например что вам сейчас сделают больно и вы ждете и замечаете кто мне может сделать больно а поскольку у вас селила есть вот это вот концентрация на фокусировки внимание вы притягиваете этого человека то есть на что вы направляете свое внимание вы то и притягиваете, а у вас это ваша сила, да, ваше внимание это ваша сила, и тем самым вы как будто бы вот здесь вот круг замыкается поэтому надо вам поменять, то есть не фокусируйтесь не концентрируйтесь на том, что вас кто-то обязательно ранит, смотрите на людей более, знаете, так открыто, не ждите, что вот прям все такие плохие и все будут вам причинять боль, я не говорю о том, что открываться абсолютно всем людям а умейте делать выбор то, что вы это делаете, ну то есть вы умеете выбирать и находить правильных людей, вот точно так же с теми с кем вы коммуницируете, когда вы ожидаете какой-то подвох, вы наоборот умеете сначала просмотреть этого человека да, как вы делаете, умеете его считать и только после этого принимайте выбор, да можно ему доверять или нет, можно ему открываться или нет но как только вы откроете, уже потом не ждите подвоха, да, а здесь все равно у вас получается что вот как будто вы открываетесь, но все равно ощущение вот этого вот, что что-то произойдет да, оно у вас присутствует какой еще ресурс вам поможет знаете, вот больше дружить да, хочется сказать, больше дружить больше мечтать, легкости не хватает, праздника, веселья какого-то не хватает, разбавить вот вашу вот эту вот серьезность, да, потому что ощущение того, что вот как вы серьезные люди, которые вас окружают как будто бы серьезные и они такие же, как и вы тоже как-то вот настороженно к вам относятся, а если вы впустите в свою жизнь более позитивных людей более легких они сменят ваш фокус внимания вот с какой-то опасности, да, на более безопасную атмосферу здесь вам нужно в свое окружение привнести энергии какой-то вот знаете легкости, что ли дружбы как-то вот здесь вот надо больше научиться дружить с людьми и перестать их проверять да, перестать вот здесь вот по дьяволу идет периодическая какая-то проверка вот вы своей властью, своим умом то есть вы как будто бы проверяете насколько этот человек силен насколько ему можно доверять вот это вот постоянная проверка, да ну не надо этого делать я понимаю, что здесь какая-то травма достаточно серьезная, да, есть и поэтому вы так себя ведете но не надо искать подвох там, где его нету как говорил Фрейд, да иногда цигара это просто цигара это не что-то другое вот такая вот у нас с вами была первая позиция я вот так вот периодически просто смотрю открыть мне окошко ой, дверь здесь или нет, потому что жарко я как ревенок такая у нас с вами была первая позиция мы с вами переходим к позиции номер два зелененькому камешку в чем ваша истинная сила позиция номер два так вот сюда зеленый камешек в чем ваша истинная сила в умении видите, замечать что-то новое в умении учиться опучаться в умении двигаться дальше тогда, когда ситуация уже полностью завершена умение смотреть вперед вот, знаете, преодолевать какие-то сложности трудности чтобы не было вы умеете зарабатывать деньги вы умеете создавать какой-то вот комфорт уют вот вы умеете с одной стороны знаете, здесь две не то, что противоположные они достаточно созвучные энергии с одной стороны воздух с другой стороны земля но они как будто бы вот у вас есть два направления да с одной стороны вот какая-то вот эта вот легкость движения постоянно хотите куда-то пойти что-то новое узнать куда-то двинуться а с другой стороны присутствует вот эта вот стабильность да постоянство надежность какая-то вот опора уют скорее всего здесь ощущение что как будто у вас две энергии есть да в зависимости от каких-то временных параметров то есть бывает так что вы у вас период когда вы достаточно статичны ничего не хотите делать ну то есть у вас все устраивает у вас все хорошо стабильно все понятно все известно вы наслаждаетесь да это период когда вы наслаждаетесь какими-то своими результатами а с другой стороны вот вдруг неожиданно как будто бы вот вы одно утро просыпаетесь и вам кажется нет меня уже больше это ничего не устраивает я хочу двигаться дальше и вот вы как будто бы неожиданно встали и пошли дальше пошли во что-то новое но это бывает не не всегда вот какой-то вот такой периодичностью в чем еще ваша сила не выпал аркан сила вот ваша сила как раз таки в умение того знаете вот вы не боретесь с людьми вы не враждебный человек вы умеете показывать людям вот ваша сила как раз в этом и заключается показать людям то кем они являются на самом деле то есть вы не будете как-то вот если кто-то вас обзывает а как детский сад если кто-то вас как-то оскорбляет до либо наносит какой-то вот удар то вы не вступаете в конфликт а вы как-то возможно своим пониманием да возможно своим молчанием отражаете людям то кем они являются на самом деле то есть вы как будто им показываете их самих себя и тем самым знаете может быть вы молчите то есть ну когда кто-то допустим очень громко разговаривает кричит на вас в этот момент просто молчите не потому что вы боитесь да или вам нечего сказать а вы просто понимаете возможно вот эмоциональный вот этот вот накал напряжения с чем это связано у человека и вы молчите и в какой-то момент человек тоже замолкает а потому что он понимает что он очень громко кричит то есть до него это самого походит то есть по сути вы ничего не сделали вы ему отразили его самого вот здесь вот у вас есть а вот это вот понимание что допустим раненый человек из раненой до душевно каким-то своим прошлым опытом он будет достаточно агрессивен он будет реагировать болезненно на все и вот это вот ваше понимание и других людей она дает вам такое знаете некое преимущество в том как взаимодействовать с людьми то есть вы вот увидев вот эту вот боль если кто-то может быть начал конфликтовать с таким человеком а вам наоборот хочется что-то сделать приятное для него я не говорю что вы и там помогаете либо спасать этого человека нет ну вы как-то она не то что противоположно а как-то вот по-человечески да с добротой относитесь к этому человеку у меня здесь идет образ какого-то медведя такого знаете которого ранили вот и он весь как будто бы кровит и понимая что увидев этот медведь любого другого человека да он поймет что кто-то на него будет продолжать нападать и он уже в готовности да вот такой вот агрессии до защищаться за свою собственную жизнь и вот вы как будто бы глядя на этого медведя и вы понимаете что но не надо его раздражать еще больше ему и так больно да то есть вы как будто бы будете ожидать нужное время потом когда почувствуете что уже вот этот вот медведь он уже изнемогает до обливается крови у нее уже не столько сил вот тогда вы подойдете в нужное время залечить ему раны вот в этом ваши силы да то есть умение видеть ситуацию правильно понимать вести себя в нужный момент да то есть здесь такое ощущение что вот вы смотрите в суть человека и знаете как с ним нужно себя ввести причем вы делаете это достаточно мудро да здесь как будто человек с огромным опытом в чем еще ваша истинная сила на выпадает видите два великих аркана смерть до смерти у нас говорит о том что как раз и пересекается с арканом шестерки мечей что вы понимаете что нельзя держаться за какие-то вещи надо периодически вот если что-то уже умерло до нужно оставлять позади нету смысла собой таскать и то что уже отжила и здесь у вас есть понимание каких-то циклов да то есть понимание того что все когда-то завершается и вот вы как будто бы спокойно можете расставаться с с прошлым расставаться может быть с вещами старыми какими-то до которые уже не нужно с людьми со связями не потому что вы не привязываетесь а потому что вы понимаете да что жизнь существует только тогда когда есть движение да когда нету движения есть остановка той жизнь заканчивается хорошо а второй вопрос какой момент вы перестали пользоваться своей истинной силой интересно когда вы ощутили что вам стало тяжело общаться и взаимодействовать с людьми вот когда вам стало возможно вы знаете здесь было такое ощущение что люди стали вами пользоваться да здесь возможно какие-то обязанности у вас появились на либо кого-то как будто бы как-то подустали подустали от взаимодействия с людьми здесь вот ощущение того что может быть кто-то работал и профессионально да ну вот целительством допустим вот и здесь вот просто усталость от людей до усталость от их травм усталость от их обид от их боли потому что какую-то часть вы переносили на себя возможно это даже не посторонние люди а это ваша семья да это возможно какие-то ваши близкие люди вот и здесь вот это вот ощущение что ну сложно как-то тяжело тяжело я уже больше не хочу и вот эти вы знаете вот периодические качели тоже да может быть как говорится терпение лопнуло да и вы ушли и вы ушли и стали больше смотреть как-то на себя что ли вот именно на свои нужды на свои потребности когда вашей жизни был какой-то финансовый возможно кризис возможно здесь была какая-то болезнь психосоматика может быть срабатывала да возможно когда вы поняли что то как вы взаимодействуете с людьми не дает вам того развития который вы хотели бы да возможно очень много вкладываетесь в них и вот было какое-то нарушение как будто бы баланса да что много давали людям да люди как-то вот не ценили не не понимали не обращали внимание на вас и вы решили как-то знаете больше уделять сами себе внимание и тому что хотите вы сразу две карты выпало да да когда вы поняли что вы не хотите больше так ну то есть помогать людям да вот здесь чисто такое ощущение что вы не хотите больше как-то помогать люди вы не хотите больше давать им да вы не хотите больше вот как будто бы понимать ощущение того что вот я тебе с пониманием а ты мной пользуешься и вы ушли решили пойти как-то вот залечить свои вот эти вот раны и стали уже более выборочными да то есть с кем вам взаимодействовать для чего больше знаете даже не то что вы выбираете именно больше смотрите на себя вы чтобы вам хочется если вы хотите вы это сделаете если нету нет то есть вы как будто бы правильную позицию приняли до выбирать себя хорошо следующий вопрос что вам необходимо сделать чтобы использовать свою истинную силу ну вам нужно перестать как-то себя обманывать в контексте вот этого вот сожаления в контексте сожаления того что вы утратили вот здесь такое ощущение что вы как будто бы позволяете себе как-то вот переживать расстраиваться какие-то вот душевные вот здесь вот муки но у меня идет ощущение того что вам просто уже стало скучно делать и вести себя так как это было раньше вот как будто бы знаете действительно устали от помощи ненужным людям даже не то что ненужным людям а то ли не оценивали люди это то ли в люди не понимали вас и вот вам как будто бы сейчас стало страшно страшно что знаете вот ваши силы пользуются на и вам потом от этого становится плохо и вот вам как раз таки вот это вот нужно понять вы по своей природе вы донор вы тот человек который дает энергию но вам здесь нужно понимать почему вы когда-то вот что-то как будто вы пересекли какой-то грань и от правильного такого взаимодействия людей вы перешли в то что люди стали вам перед вас вот как будто бы здесь вы не свой потенциал не использовали так как нужно а энергии у вас было много и чтобы вот вас эта энергия не разрушила вы стали притягивать к себе вот этих вот вампиров которые энергетически которые бы забирали у вас ваши вот эти силы потому что вы в какой-то момент перестали развиваться вы перестали как будто бы хотеть желать что-то делать для себя понимаете и вы перешли вот эту вот грань и стали заниматься какой-то вот ну вот целительством именно забывая о себе и вернет вам это вашу истинную силу именно то чем вы сейчас и занимаетесь на по императрицы то есть снова начать ценить любить себя и делать все что вы хотите то есть поставить себя на первое место поставить вот свои какие-то желания до свои какие-то потребности то есть начать любить и уважать себя и это вернет вам вашу силу то есть отрезать тех кто просит вашего внимания тот который требует вашего внимания да ну я уже не говорю о маленьких детях да это не вот про это а это именно какие-то вот посторонние люди которые забирают у вас ваше внимание забирают вашу энергию может быть какое-то ваше прошлое да то о чем вы огорчать здесь ощущение того что вот вы боитесь что вы потеряли свою силу возможно какие-то свои способности какие-то свои навыки вам говорят что не переживайте по этому поводу как только вы вернетесь к себе к своему внутреннему источнику у вас ваша сила снова появится она никуда не делась просто не то что она ушла а вы ее разбазаривали и продолжаете это делать вот перестаньте и вы посмотрите что вы снова станете таким человеком каким вы были ранее как вы сейчас используете свою силу для достижения целей вы планируете вы планируете здесь уже вот видите то что я говорила ранее и возможно кто-то уже встал на этот путь и понимание того что все должно быть по справедливости да все должно быть в согласии достаточно разумно то есть вы уже умеете ощущение того что вы уже умеете управлять правильно своей вот этой вот энергии вы ее используете по назначению и по по справедливости слово забыла как еще вот радость в удовольствие солнце выпало я не читаю здесь солнце как обратную сторону эгоизма вот наоборот как достаточно такого знаете человека который получает удовольствие от того что он делает то есть вы четко уже видимо осознали этот урок и ставите себя на первое место 21 урок 21 арка то есть вы уже все части себя здесь возможно вы очень хорошо от он собой поработали собрали в себя уже все абсолютно части да то есть хорошо над собой поработали видимо уже исцеление произошло вот и вы теперь правильно достаточно гармонично движетесь к достижении своей цели то есть вы уже ее правильно используете по назначению какой ресурс мне поможет полностью реализовать свою силу какой ресурс поможет творчество творчество и ваше настроение да то есть умение настраивается на правильные состояния на те которые вас наполняют что еще какой ресурс поможет вам реализовать свою силу знаете вы можете брать свою силу из прошлого да вот из каких-то из какого-то своего опыта до какой-то навык то чего в чем вы уже хорошо разбираетесь то что вы когда-то прожили когда вам было сложно то есть вот из какого-то своего прошлого вы можете оттуда черпать какие-то идеи возможно до есть такая интересная картинка стоит ребенок и папа отрезает крылья ребенка мама подметает эти перья вот здесь вот из семи вы можете черпать свою энергию то есть знаете вот вспоминая те моменты куда вот вам нужно действительно еще и проанализировать куда вы свою энергию отдаете то есть о ком вы думаете на что вы обращаете внимание да в прошлом что вы кого вспоминаете вот куда уходят ваши мысли да на что они направлены вот там вот ваша энергия оттуда вы можете ее брать забирать через то чтобы перестать думать и мыслить о том что вам уже не нужно да вот такой у нас был расклад по второй позиции да я вас благодарю и мы переходим в позиции номер три а в чем ваша истинная сила видно на красненькие вы знаете здесь хочется сказать вы как будто бы гражданин вселенной планеты вот как дети которые рождаются в полете да в небе самолетах они получают паспорт гражданин планеты гражданин абсолютно всех государств вот здесь вот по шуту у меня такое ощущение что вот ваша истинная сила она заключается в вашей свободе в том кем вы можете стать вот вы 0 это не ничто не пустота а это огромный потенциал и вот что из этого может выйти а это зависит только от вас то есть никто не может предсказать и вот ваша сила она как раз и вот в этой непредсказуемости вот в этом знаете каком-то легком отношении может быть к жизни в том что вы можете быть как-то вот без шаблонный до безрамочный то есть не ограничивая себя ни в чем ваша сила вот вас самих да так хочется сказать не в чем-то конкретно в каких-то способностях а вот вы являетесь силой по факту да то есть то что вы захотите то и получите сразу упадает второй великий аркан это колесо фортуны вот ваша сила как раз и возможно и в фортуне до с одной стороны это может быть в понимании цикличности до каких-то вот ситуации которые повторяются вы их можете проанализировать и понимаете уже действуете иначе а с другой стороны вот ваша сила в удаче на либо вы удачливый человек либо у вас в жизни очень много ситуаций которые ну можно будет назвать удачей ваша сила как раз таки в том что вашей веры в высшие силы в том что вы умеете взаимодействовать но здесь даже не коммуникация здесь вот это вот внутреннее ощущение до что вас ведут вот этом ваша сила в том что вас направляют причем направляет вас материальном плане до направляет вас именно в том чтобы вы вам жилось хорошо до в достатке вкусно достаточно весело приятно комфортно удобно ваша сила в материальном каком-то плане до ваша сила в деньгах возможно да то что вот вы видите что деньги для вас это возможности то есть для вас деньги это не какая-то самоцель а такое ощущение что вот вы являетесь вот источником этого золота до источником финансов достаточно только захотеть и у вас есть появляются деньги под любые ваши нужды какой момент вы перестали пользоваться своей силой тот момент когда вы как будто бы отреклись от своего тела от материального какого-то плана когда вы больше стали ориентироваться на духовность да вот так хочется сказать возможно здесь кто-то занялся какими-то практиками здесь ощущение того что вы оторвались от этого мира а люди которые не живут в этом мире до материальном ну зачем им материя да если они где-то там летают в своих мирах пускай виртуальных пускай каких-то духовных то есть ну и люди которые занимаются практиками они от этого получают удовольствие они от этого получают наслаждение особенно если очень часто выходит из своего тела то вот это вот связь она становится с телом она становится намного тоньше да ее потерять нереально пока вы живете но она становится уже тонко тоньше и вам уже не столь интересен этот материальный мир то есть вас уже появляются какие-то другие ценности и вот вы как будто бы с этим утратили свою удачу потому что вы как будто бы показываете что но мне этот мир не интересен а если не интересен мир той а его основа материя то и деньги тогда вам в принципе то и не нужны и да и земные какие-то плотские удовольствия вам не нужны и вы можете как разки путешествовать вот как-то вот в астралу в небо в иные миры и тем самым до было утрачено не то что это утрачено примете она просто ослабла да вот здесь вот материальный мир он как-то ослаб потому что уже нету желания как-то что-то строить здесь вот ощущение того что ценности ваши поменялись и уже допустим если в детстве как-то может быть мечтали какой-то вот машине дорогой да а доме то сейчас уже такое вы знаете понимание зачем мне это все нужно да лучше я вас займусь своей душой а мне вот эта вот материя не нужна и вселенная очень хорошо считала вашу информацию наград ноги не нужно я тебе не дам но вы понимаете что все-таки деньги то нужны а сейчас вот тащение того что не то что здесь перекос пошел но здесь как будто бы сейчас мы дальше посмотрим здесь как будто бы какие-то вот знаете вот энергии стали более возвышенные знаете какие-то более чистые что ли не не совсем они созвучны с материальным миром достаточно высоко вы взлетели вот над этим миром и здесь вот ты чувствую такое знаете вот ощущение полета души и вот куда-то вот меня тянет до тянет очень высоко и вот нету желания знаете вот туда куда вас тянет вам там когда хорошо душевное вот этого состояния что возвращаться обратно на землю не очень-то и хочется да то есть там как будто бы у вас больше возможностей да вы больше всего вы умеете но как но все равно тело то у вас есть да и ваша жизнь она дана вам для того чтобы все-таки вы проживали в теле вот здесь вот большой достаточно отрыв уже стал между вашей душой и телом что вам необходимо сделать чтобы использовать вот эту вот свою силу до в материальном плане ну то есть иметь эти деньги удобства все что вы пожелаете вам нужно научиться правильно понимаю да что вам необходимо сделать правильно понимаю потому что у меня все таки знаете почему я несколько раз смотрю на вопрос может быть кто-то сейчас задался этим вопросом ему отвечаю дело в том что я читаю вопросы я не понимаю о чем я читаю и потому что я нахожусь в потоке я считываю информацию интуитивно и логика в принципе у меня отключена поэтому я как это знаете как дурак смотрю в книгу вижу фигу ну то есть я читаю я не могу понять не могу включить логику чтобы проанализировать что мне нужно отвечать поэтому я иногда несколько раз перечитываю чтобы понять что у меня так это крышесносные такие энергии прям утягивает особенно как я вам сказала что необходимо сделать до чтобы использовать свою силу ну во первых научиться делать правильный выбор выбор того что вам нужно и как вам нужно то есть вам не всегда нужны энергии вы знаете здесь вот ощущение того что кто практикует действительно медитации и астральные вот этой вот путешествие взаимодействие с учителями на тонком плане вам знаете что здесь нужно вам нужно условно говоря ходить в эти места брать необходимую информацию и потом ее заземлять то есть реализовывать не просто там я пошел что-то научился узнал ой хорошо я крутой такой давай все такое а нужно обязательно ее заземлять вот эту вот информацию то есть пропускать через себя делать выбор в контексте то есть не забывать что у вас есть еще и тело здесь у влюбленных да вот смотрите какая колода мужчина женщины занимаются любовью и это вот в данном случае это очень еще неуместно то есть не забывать вот свое тело то есть делать выбор таким образом а здесь у нас сразу попадает верховная жрица этот аркан здесь лупическом тароном говорит о том что магия начинается тогда когда вы перешагиваете вот эту вот грань как раз таки разумного и полностью погружаетесь необходимые знания но и в практику здесь вот ощущение того что знания есть а практике у вас нету на то есть энергия да вы их понимаете да знаете как то вот ощущаете как можно быть изобильным вот этим вот богатым человеком но в этом мире грешным вам как будто бы это не совсем нужно то есть вы не умеете через себя пропускать эту энергию вы наоборот идете к этой энергии наверх вы через себя не пропускайте вам нужно научиться сделать выбор 15 аркан как раз таки про материю на здесь очень интересная позиция достаточно много великих арканов здесь есть какие-то цепи вот вы по природе дошут человек без границ до человека без каких-то рамок но вам нужно научиться не привязывать себя к материи да а именно понять что суть материи все-таки каждой материи есть дух то есть вам не нужно разделять на землю и на воздух да вам не нужно разделять на духовные материальные а вам наоборот вот то что вас тянет да вот это вот духовность ее нужно находить в материи я не знаю как вам это объяснить словами сейчас чтобы пример какой-то чтобы было понятно ну то есть допустим вот вы смотрите на я не знаю на дерево не смотрите на него как просто предмет который уже понятные и логикой уже оценивается как дерево а ищите в дереве некую такую духовность то есть смотрите например на автомобиль да не смотрите на него как на материю как бездуховность а а про то что вот в этой материи да вот в этом автомобиле в нем есть дух а дух он выражается в энергиях то есть допустим да то же самое то же самый бензин это огонь да то что колеса крутится это стихия ветра то есть смотрите уже на предметы как более одухотворенные то есть на элементы смотрите с чего они созданы да и тогда ваше отношение к материи она будет немножко иным то есть вы будете замечать духовность в этом допустим вот у меня есть зажигалка что я зажигала да ну то есть не смотреть на нее как простой предмет осмотреть что в нем есть элемент огня да то есть это уже не просто зажигалка а это уже одухотворенный предмет в котором есть элемент огня как минимум в нем есть металл в нем есть вот когда курица почему-то мне хочется сказать камень не знаю почему ну то есть смотрите на вещи как на элементы из которых они созданы то есть как на предмет частицы природы чтобы предметы были одухотворенными для вас вот не знаю почему как то вот так как мне идет для вас информация как я сейчас использую свою силу для достижения целей как сейчас вы используете свою силу но пока на ранних этапах да ну то есть не в полную силу я так могу сказать как-то знаете еще так ревностно немножечко аккуратненько как ребенок через а призму эмоции через призму чувств каких-то своих да через любовь с одной стороны а с другой стороны как то вот вы еще не можете найти баланс нету пока еще баланса есть остановка как-то вы остановились именно в том чтобы пересмотреть что значит для вас деньги что для вас значит материя здесь ваше отношение вот я же говорю идет такая энергия о том что вам нужно отношение к материи пересмотреть да то есть это не что-то такое плотное а это достаточно живое и подвижное то есть то что вы ищете вот это вот духовность вот это движение до жизнь это по сути и есть вот в этой материи она уже присутствует вот здесь взгляд угол угол надо пересмотреть угол надо переключить какой ресурс вам поможет полностью реализовать вот эту вашу силу то есть действительно стать таким изобильным человеком богаты можно сказать почему бы нет какой ресурс вам поможет выйти как-то знаете своего отшельничества вот здесь вот картинка я вижу как взрослый человек жезлом с палкой идет по местам где деревья сухие здесь ощущение некой такой зимы до снега правда нет но вот ощущение зимы нету зелени нету жизни и вот ресурс ощущение того что вы как будто бы закрываетесь они закрываетесь от людей а вот вы больше в себе я же говорю вот здесь люди больше как-то всяких каких-то медитациях какой-то там своем мире вам нужно наоборот выйти из этого уединения то есть жизнь вам нужно понять что то что вы хотите вот эти вот знания духовные они не там где-то да не там когда вы путешествуете там в астральном мире там возвышенном что-то такое нет надо найти вот в каждодневном своем быту в той материи которая вас окружает вот в ней нужно находить духовность вот в ней надо искать уроки то есть что-то произошло здесь была карта семьи то что напрямую вас заземляет в земле надо находить духовность в своей семье надо находить духовность смотреть на детей как допустим на тех учителей то есть не нужно идти каким-то наставником наблюдайте за своими детьми чему они вас мучат наблюдайте за своим партнером чему он вас учат что он вас отражает то есть не надо куда-то ходить что-то делать а все у вас есть да все необходимо перед вашими глазами все необходимое есть у вас под рукой а вы этого не видите это ощущение того что снимите вот эту вот пелену со своих глаз и вы увидите то что вам необходимо опять выпадает уединение отдаленность вы очень погружаетесь в себя вы перестали взаимодействовать с миром вот чем причина вы перестали выход нужно выйти из себя это иллюзия вот когда вы в себе внутри находитесь на что там думаете вы себе начинаете придумывать и себе создаете виртуальный мир там нет у вас это иллюзия реальность она вне вас когда вы смотрите на этот мир вы смотрите на природу и начинаете ее созерцать то есть рассматривать вот в этот момент да вы начинаете замечать что-то когда вы рассматриваете когда вы внутри себя вы занимаетесь обманом вы не видите настоящий мир внутри вас вы видите только ваш ум оценка вашего ума а вам надо выйти свой взор вовне в этот мир и рассматривать вещи детали вы увидите очень много красивого и у этого вы сможете уже научиться вот такая вот у нас была третья позиция я жду вашей обратной связи почему-то все время вспоминаю на третьей позиции что нужно ставить нажимать на колокольчик да даже если вы подписаны чтобы не терять уведомление о том что новый расклад вышел потому что у меня есть подписчики которые не нажали на колокольчик и не получают уведомление потом пишут я не вижу ваши расклады к сожалению у меня нету столько такого количества подписчиков чтобы в рейтинге быть достаточно высоко поэтому если вы нажимаете на колокольчик вы получаете оповещение о том что у меня вышел новый расклад а я с вами прощаюсь до новых встреч жду ваших комментариев лайков дизлайков пока пока